Всем привет! Вы снова на канале Физрук Палыч. И с вами Физрук Палыч и Физручка Палыч. И его сумасшедшая Грейзи-жена. Да. Сегодня настал последний день пребывания нашего в городе Санья, острова Хайнань. Мы все-таки надеемся, что он будет крайний, а не последний. Ну, вот поправочки вечно такие. Значит, планы на сегодня у нас грандиозные. Мы уже успели проснуться, позавтракать, не бегать, потому как мокрую одежду везти с собой лишний перевес в чемодане. Тяжелая-тяжелая одежда, и сохнет она очень долго. Да, она точно бы не высохла, поэтому решили пробежку променять, так скажем, на заплыв. Я свой километр-полтора уже наплавала. Ну, а я закосил. Палыч не может просто. Ну, он слабак. Не хочет. Значит, решили сегодня по максимуму мы все, да, выбрать? Да, мы поедем в Санью. В какую Санью? Ты уже в Санье. А, мы в Санье, но мы поедем в Дадунхай. Да, сейчас я вам покажу именно воду, которая вот с утра спокойная в городе Санья. И потом сверим в Дадунхай в это же время, то есть мы сейчас буквально собираемся, через 10 минут будем в Дадунхай и посмотрим, что там. Вот, пожалуйста, водичка. Мы вышли из отеля. Вот видите, вода абсолютно спокойная. Отель наш находится вот прямо здесь, оттуда мы пришли, перешли дорогу. И вот, 200 метров до воды. Отель называется Harvest Sea View. Мне очень понравилось. Поэтому, если в следующий раз я буду останавливаться в городе Санья, я остановлюсь именно в этом отеле, потому что все рядом, в шаговой доступности. Вода прекрасная, вот. Ну, а из минусов то, что... Вон, Павлович, заплыв наконец-то решился. Из минусов это то, что нет абсолютно никакого укрытия в тени. Ну, это на всем побережье практически, города Санья. Поэтому мы сейчас поплаваем и поедем в Дадунхай. Дальше загорать и купаться. Там, скорее всего, будут волны довольно сильные. Да, Павлович? Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Да, но только мы с вами еще не прощаемся. Вообще не прощаемся. У нас сегодня грандиозные планы. Потом мы вам еще покажем, где можно купить фрукты в Дадунхайе. Потому что мы их купим именно там. Здесь какая-то проблема. Так же, как с русской кухней проблема в Санье. Да? Вот, давай сразу скажем немножко тем людям, которые собираются отдыхать и хотят выбрать бухту Санья, либо Дадунхай. Ты какую рекомендуешь? Ну, если вы хотите тишины, спокойствия и почувствовать себя реальным иностранцем, то, конечно, это Санья. Если вы хотите слиться с русскими, Вася, день трусы! И тому подобное. Поэтому, значит, вам до Дадунхай. Ну, а я бы рекомендовала однозначно Дадунхай по одной простой причине. Потому что, да не по одной. Во-первых, там нет никакого языкового барьера. Во-вторых, с кухней там проблем нет. На русском китайском. Русская кухня, там турецкая, турецкая. Можно взять экскурсии на улице. Чего здесь вообще как бы нереально. Корейская, какой только нет, плюс китайская. Я вообще разговариваю, а ты меня перебиваешь опять. Серьезно? Серьезно? Экскурсии, да. Что по поводу экскурсий, скажи? Что по поводу экскурсий? Здесь экскурсии возьмите только у гида. Но если где-то знаете, я ни одного не видел. А, здесь, да, вы не купите экскурсии. Чтоб покажу и сказал там, например. Есть экскурсионные бюро, но они все на китайском языке. Вы ничего им не объясните, они вас не поймут. Они могут вам втюхать что-нибудь? Да нет, они даже разговаривать не будут. А то вас не приедет и все. Да. Но в Датунхай, вот мы были пару раз, я как бы по сравнению с прошлым годом тоже не заметил такого ажиотажа от предложений экскурсоводов. Может их поприжали. Может их поприжали. Да, но экскурсии все равно у местных так купить можно, поспрашивать в лавках, да, и дешевле будет. Но опять же, какие экскурсии на вулкан, допустим, Мань, на который ехать там 3 часа. Да, лучше брать экскурсоводов. Конечно. У гида лучше брать. Там гид, там много расскажет, там, Енода, Енода, ну, прикольно. Стеклянный мост только если посмотреть. Ну, да. Ну, а тропики, кто не видел? Я советую съездить на экскурсию в Енода. Поэтому, как бы, ну, не знаю. Все говорят, что ничего особенного. Мне очень понравилось атмосферное место. Можно в зумби уйти самим. Мы так ушли, что практически никого не было. Потом как-то местные жители понабежали. А так круто. Все круто. Ладно, мы поехали. Да, все, собираемся, едем. А ты уже спал. Видите, какая водичка. Супер, супер. Очень чистая. Ну, не прям не кристально чистая, но чище, чем на джамке, я не могу сказать. Ну, и не пахнет вот такими всякими морепродуктами, как я не люблю. Хотя вот там вот стоят лодочки какие-то. Но они далеко стоят. Все, увидимся в Дадунхай. Нет, мы еще не в Дадунхай. Мы идем полоснуть ножки в туалет, который находится вот там. А это остановка. Остановка вдоль набережной. Сейчас я покажу, какие... А, не покажу. С другой стороны написано, какие маршруты. Ну, восьмерка здесь точно ходит. Поэтому сядем на восьмой автобус. И доедем до Дадунхая за два юаня с человеком. Главное, чтобы наш автобус повернул туда. Нормально он повернет. Я знаю. Не очку и палыч, я тысячу раз так делала. Вот я вам все-таки покажу, какие маршруты ходят вдоль набережной. А про остальные не знаю. Но вот восьмерочка точно идет минут десять отсюда до бухты Дадунхай. Вот, кстати, туалет. Сейчас мы там ополоснем ноги. Сядем в автобус. И уже точно встретимся в Дадунхай. Ну вот, не прошло и десяти минут. А у вас буквально доля секунды. И мы в бухте Дадунхай. Приветствую вас. Да, погода нестабильная. Как я и говорила, здесь волны. Ну, сейчас будем плюхаться в волнах, значит. Обычно мы ходим налево туда. Туда и пойдем. Туда и пойдем. Направо не пойдем, да? Потому что там-то нету пакет. Да почему нету-то? Везде тут пальмы. А, ну хотя... Да, там я не вижу пальм. Сейчас приблизим. Да, там только зонтики. Палыч, ты оказался прав. Убедилась. Да, вот они, пальмочки. Палыч, давно все посмотрел просто. И мы идем к ним. Вот видите, какие волны. Если вы хотите просто поплавать, то вам не удастся. А купаться в волнах самое то. Натянутые веревки. Вот тут везде. Поэтому можно за них держаться и плюхаться. чем мы сейчас и будем заниматься на протяжении нескольких часов. А потом у нас по плану посетить какое-нибудь кафе, возможно, перекусить. Пойти купить фрукты. И нам сегодня надо паковать чемоданы. Прошло несколько часов. Мы попрощались с морем. Да, наплюхались в волнах. Мы с ним попрощались. Умылись. Помыли ножки. Побрились. И сейчас двигаемся. Куда мы двигаемся? А, мы пошли пить фреш. Очень хочется мангового фреша. Манга я так и не поела. Прям офигенно. Дома поешь. Купимся 100 рублей за стюрку. И приеду домой есть манга. Нормально. Зато попьем. Не поела, так попила. Попила. Пойдем пить. А потом что? А потом. Мой зверь нам все равно. Да. Да. Обычно я говорю да. И вернуху да. Караганда. Сегодня мы взяли фреши в другом месте. Сейчас покажу в каком. Пропектируем. Вроде все хвалят. У Кати. Вот много всяких. Да, много записочек. Ну как обычно они все это любят. Воказание. Там кстати по-русски я покажу сейчас. Если нам понравится. Если нет. Ну так. Ничем не отличается от того, который мы пили. Обычный. Обычный. Обычный фреш. Могу сказать с уверенностью в Тае делают вкуснее. В Тае вкуснее. И дешевле. Не знаю что добавляют. Пить можно, а жажду удаляет. Да, прохладненький. Ну 150 рублей мне стоит. Да. Если есть возможность лучше в Таиланд. И там. Ой, у тебя даже бейсболка вся ржавая здесь отглаживается. А лучше на Бали. Это грязь. Нет, это бейсболка. Я не мою третью неделю. Так что цены. Ну 15 юаней стоят. Здесь же делают хоть и жареное мороженое. Порция большая. Мороженое наверное вкусно. Хочу навали. В следующей жизни поедем. Ну и вали. А сейчас мы куда двигаемся, Палыч? Пойдем поедим. Подумаемся поедим. А, просто посидим. Посидим, подумаем. Да, посидим, подумаем и поедим. Посидим, поокаем. Ну пошли. Попьем свой фреш. Пока мы тут гуляли, пили фреш, зашли в ананас. Сережка меня заманил, заманил. А она меня выманила. А я выманила. Смотрите, какой классный ежедневник. Дай, подержи. Вот так подержи. Вот видите. Смотрите, какой миленький. Для девочек и для бабушек. Ну второе подходит тебе. Да, я поэтому и сказала. 10 юаней стоит. Вот магазин имени. Все, видите. А, еще же я купила. Это ж не все. Это я подарил тебе. Матери дракон. Из Китая приехать без дракончика вообще никак. Это мать драконов. Да, мой год драконов. Моя страна. Китай. Символ дракон. Да, Палыч? Все, пойдем есть. Все. Двигаемся. Проголодались. Фреш уже улюбся. Потому что я по магазину что-то слишком долго лазила. Покупок только мало сделала. Куда пойдем кушать? Я думал, мы пойдем в забегаловку Катюш. А, ресторан Катюша называется. Да, это. Своя. Да. Это. Борща. У нас сошел. Тебе домой завтра утром лететь? Какой борщ? Ну и что? О, память в желудке останется. Потому что в самолете, как обычно, покормят такой. А дома борща вообще не судьба сварить? Дома ты лучше готовишь, конечно. А ты сам сготовь как-нибудь? А самому не интересно. А, ну конечно. Когда кто-то готовит, всегда оно интереснее. Когда сам готовишь, он не так наварится, не так круто. Понятно все. Все, двигаемся в Катюшу. Она где-то вот в этом районе. Ну что, мы уже хотели ничего не снимать, потому что уже здесь все снято. Сережа заказал тебе по своему обычаю тазик борща. Борща вообще. А еще я обнаружила, что почему-то нашего самолета сейчас нет прилета в онлайн-табло. Ну, прилета нет, но и улета нет. Были-то. Были-то нет. Так что, возможно, мы останемся здесь. Я себе заказала харбинский салат. Мясо. Мясо это то, что сверху покрошено. Ну, в общем, тазик капусты я сейчас буду есть за 18 юаней. Или 16. 16, по-моему. Ну, как бы тут очень много. Был килограмм капусты, наверное, точно. А чем? Ну, ладно. Все, увидимся попозже, когда мы покушаем. Вы думали, Палыч наелся? Вы думали, это все? Ага. Вот как вы ошибались? Посмотрите, что нам принесли. Жареные пельмени целый тазик. А вон, кстати, харбинский салат. Очень вкусный, мне понравился. Ну, овощное. Мяса там нет. Овощное с пельмешками, само то. Да, Палыч. Да, потому что мы заказали пельмени, потому что... Как пельмешки? Ну-ка, покажи. Мясо-то есть? Вроде есть. Горячо. Горячо, только пожаренее. Свеженькое, значит. Вот они как выглядят. Покажи еще раз. Еще раз отписывай. Мясо. Мясо. Сложно. Вкусно? Распробовал, да? Вкусно? Да мясо добрался. Вот, вкусно пахнет. Вот, жареными пельмешками. Тысячу лет не ела. Всем зожникам и ппшникам привет. Это снова мы с Палычем. Извините за мой внешний вид. Я только вышла из душа. Пришлось срочно покинуть ресторан. Поехать. Я всех позову. Просто не было информации о нашем рейсе. Мы так переживали, что мы останемся здесь. Поэтому стартанули. Без денег. Не купили ни фруктов, ничего. Все, что планировали. Быстро стартанули в отель, чтобы посмотреть информацию о своем рейсе. Ну, вроде как вылетаем все по расписанию. Но мы не поняли, летим мы через Абакан, либо чартером. То есть, это нам никто сказать не может. Онлайн табло Емельянова показывает через Абакан. Гиды вроде как говорят чартер. Не знаю. Ну, посмотрим. Вы все увидите. Все, сейчас собираемся. Сережа тоже в душ быстренько. Я объелся. Мне плохо. Ну, мы даже пельмени с собой забрали. Не доели. То есть, порции большие. Поэтому. Ну, еда, ну как. У нас пельмени вкуснее, хочу я вам сказать. В Красноярске пельмени вкуснее. Не знаю, как в других городах. Врать не буду. Но в Красноярске, поверьте мне, вкуснее. Ну, все. Увидимся позже. Ну, что, мы собрались. Наконец-то выдвигаемся. Движемся в сторону бухты до Дунхай, потому что Сережа забыл в кафе кепочку. Свою ржавую, которую уже пора выбросить. Но она какая-то супер счастливая. Идем за ней. Все, мы добрались. Сережа пошел встать в свою кепочку. Парилка вообще ужас какой-то. Жара, гопота. Как будто в сауне постоянно ходишь. Сейчас идем покупать фрукты. Ну, и назад. Я так думаю. Паковать чемоданы. Вон, чувачок, идет кепочку свою нашел все-таки. Не хотели отдавать. Да ты что? Пока. Шапка. Я говорю, белая. Шапка. Я говорю, шапка, шапка, шапка. Говорю, сидим на песке. Шапка. Моя шапка. Хоть она и старенькая, и замученная. Ржавая. Не отдам. Вы посмотрите, ну там ржавчина, как в такой ходить может быть. Моя шапка. Все. Все, пойдем за фрукты. Пойдем. Смотрите, вот здесь наверху находится тренажерный зал. Рядом с кафе Катюша. Но вот этой бабушке, вот этой. Внимание, внимание, преследуем женщину с манго. Да, да, да. Не можем. Мы сейчас, мы сейчас у нее планируем отобрать манго. Вы посмотрите, оно одно весит килограмма три. Какой тренажерный зал, оно вот с ним. Вообще, целый день. Посмотрите, что творит. Я за ней не успеваю. Ну пустая бежать. Представляете? А вы говорите, тренажеры. Вот они, тренажеры. Экология. Мы купили фрукты. Покупаем всегда вот в этом вот ларьке. Не первый раз уже. Ну как не первый, второй. А вот здесь сегодня пили фреш на углу. Вот ориентир. Фрукты здесь самые недорогие. Взяли манго за 6 юаней. За полкилограмма. За полкилограмма. Но внимательно смотрите. Могут обвешать и обсчитать. Да, Палыч? Да. Обсчитать хотели. Но Надюха-то на страже, на стражу. Надюха, ты смотри. Да. На 70 юаней хотели. На 7 юаней. На 7 степлей. Да, она хорошо хотела. Но продали. По 7 юаней хотели продать, а оно 6. Так что следите. Осторожненько. А в принципе, цены здесь самые такие недорогие, могу сказать. И выбор такой ассортимент хороший. Но нас интересовала только манго. Мы другие фрукты как-то не любим. Палыч, ты любишь что-нибудь еще из экзотики? Ну, я тоже. На экзотичество. А, как сохранить манго, знаете? Сейчас скажу. Лайфхак. Как сохранить манго? Вообще, это можно сделать уже прямо здесь. Если особенно, когда в Таиланд приезжаешь надолго. Берете спелый. Самый спелый, самый вкусный манго. Либо режете его на кусочки. И жрешь. Либо блендерите. И в бутылочки. И в морозилку. И все. Это дело у вас замерзло. Вы это мороженое дело в чемоданах свои. До дома доехать прекрасно все успевает. Но мы в этот раз, как обычно, не заморочились. Поэтому повезем зеленое. Взяли самое зеленое. Дома оно поспеет. Дня два полежит. С дороги здесь аккуратно надо переходить. И потом процесс тот же самый. Либо съедим так частично. А как частично? Два манго. Что там частично есть? Если взяли больше, то, наверное, бы я заморозила. Порезала кусочки. Кашу очень вкусно добавлять. Вообще прям огонь. Бомба. Свету. И всем ппшникам мы тоже будем там. Ну все. Мы едем назад. В себе. В Санью. Ты чего молчишь-то? Запись идет. Привет всем. Вот и последний вечер. Крайний, надеюсь, вечер наш в этой славной стране. Есть плюсы, есть минусы. Но нам очень здесь понравилось. Да, только не самое удачное время говорить об этом. Нигде не видно. Темно. Мы сидим на пляже. Сейчас пойдем бросать монетки. Я вам сейчас покажу остров Феникс ночью. Все. Всем пока. И до завтра. До какого завтра-то? Да подожди, мы еще чемоданы паковать пойдем. Ну и вас еще ждет интересное видео. Поэтому не переключайтесь. Как раз. Я все же. Интересно. Она будет бегать кричать. Я буду бежать. Пытается. Вот он. Пляж Санья ночью. И вот он. Остров Феникс. Видите, светится отель. На острове. Ночью очень красиво. Сменяется иллюминация такая прямо вся, или как это называется. Световая. Сменяется. Не дом почему-то зайдется только. Да, там их три или четыре, я не помню точно. В прошлый раз мы снимали с парка «Олень повернул голову». В том году были там. Видео есть на канале в первом сезоне нашем путешествия в том году в Китай. Песочек сними. Вот видите, рыбки поплыли. Очень красиво. Китайцы в этом плане молодцы. А на песке не видно вшей. Не вшей, а блох. Вши у тебя, наверное, заведутся скоро. А, блох не видно. Сейчас покусает меня за жопу. Выходит на охоту ночные блохи. Посмотрите, людей сколько наберут мы. Это блохи. Нет, это люди. Китайцы. Китайские люди. Вместе с детьми. Дети нифига не спят. Время ночи они не спят. Так, ну все. Встретимся в номере за упаковкой чемоданов. Субтитры подогнали. Субтитры подогнали. Субтитры подогнал «Симон»